Друзья, добрый день, доброе утро, доброй ночи. Когда вы там смотрите видос, мы вернулись в Москву. Мы всю дорогу, сколько вот снимаем документалки, всегда стараемся сделать так, чтобы перед съемками любой документалки у нас жопа горела хотя бы после съемок. Ну, то есть, чтобы мы нормально подготовились, все сняли, и потом уже умираем на монтаже. Но всегда получается так, что у нас вот к съемочным дням начинается переделывание сценария, еще какая-нибудь фиговина, типа переделывание каких-нибудь процесса съемок, мы придумываем какие-нибудь новые штуки, тралля, и в итоге мы еле-еле сюда укладываемся в дедлайн, и сейчас все так же. За 4 дня нужно переделать нахуй все, что мы делали полгода. Да, Лиз? Она не слышит. Лиза в шаге от того, чтобы самоубиться, я думаю, где-то вот там. И сейчас в наушниках сидит там что-то переделывает, я как только запишу новостной выпуск к ней присоединюсь. Короче, весело. Но это все означает то, что где-то, ну, в какой-то плюс-минус в ближайшей перспективе очередная крутая история подъедет на канал. На этом пока все. Из того, что очевидно, у меня новый стол просто появился. Он может делать теперь вот так. И в целом я теперь новостной выпуск могу вести вот в таком виде. Ну, просто, просто, блядь, могу. Все. На самом деле мы во весь продакшн закупили такие столы, чтобы было удобнее работать. Ну, типа, иногда так бывает, когда ты долго сидишь за компом, и, ну, типа, у тебя все затекает, ты просто берешь, раскладываешь вот этот стол и работаешь стоя. Все ради того, чтобы эксплуатировать людей 24 на 7. Чтобы даже полежать нельзя было. Даже если ты встал со стула, сука, работай. Слоган нашего продакшна. В прошлом новостном выпуске, точнее, в позапрошлом новостном выпуске, который был перед тем, как мы поехали в Армению отмечать мое 30-летие, я там сказал такую фразу дословно, что если мне кто-нибудь скинет песню Сектора Газа 30 лет, забаню нахуй. Отдел продаж такой, мы тебя поняли, услышали, и теперь у меня есть диск, на котором я нарисован со шрифтом, со шрифтом Сектора Газа 30 лет. И здесь различные вариации трека 30 лет. С ремиксами и с чем-то еще, я не знаю, что там. Мне нужно будет где-то найти, что там, на чем можно будет послушать диск, но теперь он у меня есть. Да, и, кстати говоря, первое же, что мы сделали, когда у нас только появились эти столы, попробовали, зажимает ли он палец между стулом и, ну, типа, есть ли система на дурака, что ты оставил руку тут, нажал на кнопку, руку отрежет. Просто знайте. Защиты у этого стола нет. Ну, смотри, типа, ни один человек сознательно себе конечности и не отрубает, и пальцы в косяках не прижимает, или еще где-то что-то с ними не делает, ну, сознательно. Не, ну, есть, ну, в смысле, типа, ну, по большей части. Я не удивлюсь, что где-то в мире существует человек, который себя повредил икеевским столом. Я уверен, что где-то он существует. И последняя новость из нашего внутреннего. В автопрогмате снова открыты вакансии на менеджеров в отдел продаж. Мы расширяемся. У нас, нам нужно еще больше людей. Больше людей к нам сюда, в офис, вот туда, к нам работать. Свободных мест сразу несколько. То есть мы ни одного человека ищем. Все, как обычно, будет внизу, в описании. Там вас будет ждать ссылка, в ней форма. Пожалуйста, заполняйте подробно. Потому что, ну, представьте, вы там будете, как, типа, соискатель, конкурировать с несколькими сотнями людей. Скорее всего. И, ну, чем просто подробнее и чем ответственнее вы отнесетесь к форме, тем больше шансов, что мы вас заметим и пригласим на собеседование. До 31 числа мы будем собирать все заявки и отсматривать ваши резюмешки. До 7 числа, до 7 июня мы дадим ответ всем тем, кто нам подойдет и пригласим на собеседование, и уже, ну, возьмем к себе на работу. А если вы заполните анкету и вам никакого ответа не придет, то значит, что отбор вы, к сожалению, не прошли. И еще раз акцентирую ваше внимание, что, пожалуйста, отнеситесь, ну, типа, если вы хотите работать у нас, то отнеситесь к заполнению анкеты внимательно и ответственно. Потому что, опять же, напоминаю, вы там будете не один. И мы будем выбирать. У нас есть такая опция. Мы выбираем из тех людей, кто с нами будет работать. Вот. И давайте уже к новостям. Сталантис сохранит все 14 брендов как минимум на 10 лет. Контекст такой, что Сталантис, типа, показал свою стратегию, что они такие, мы обещали сохранить абсолютно все наши бренды, нахер никому не нужны, мы их сохраним. И удивительно, если у них получится исполнить эту стратегию в жизни, потому что, когда у тебя в одном концерне 14 брендов, куча рынков сбыта и прочее, прочее, взять по новой, просто по щелчку пальцев все идеально отстроить и оптимизировать таким образом, чтобы это все работало, это очень сложная задача. Потому что, ну, нужно понимать, что каждый бренд, это расходы, это отдельная структура внутри концерна. Далеко не все из них прям супер прибыльны. Чтобы Сталантис такой, типа, так, мы сейчас спокойно сможем тут распоряжаться, бла-бла-бла, при этом не забываем, что сейчас идет, как бы, во всем автомобилестроении такой условный новый цикл, когда все автопроизводители очень много денег инвестируют в электрические платформы и прочие всякие новые технологии, просто чтобы себе обеспечить прибыль в будущем. И, на самом деле, концерна, который бы сидел и такой, типа, на куче денег и хорошо себя чувствовал, сейчас в мире нет. Все крупные так или иначе сидят и думают, и суетятся жопой, как бы все соптимизировать, как бы все сделать так, чтобы мы могли нормально существовать на долгой дистанции. И в условиях всеобщей экономии, вот бравада Сталантиса, что мы все сохраним и Абарт, и Альфа Ромео, и бренд DS. Вообще все сохраним и все будет точно работать. Даже в Оксхол, который сидит в Великобритании. Единственная страна сбыта, у Оксхол в Великобритании, все, больше он нигде не представлен. И это очень смелое и интересное заявление. Мне очень интересно будет понаблюдать за тем, как будет развиваться Сталантис и что у него будет получаться в целом, потому что пока что чисто вот с того момента, как Фиат Крайслер и Пежо с Ситроеном слились в один концерн, они сразу таким образом встали на третью или на четвертую позицию, на четвертую, по-моему, позицию в мире. Мне интересно посмотреть, удастся ли у них сохранить эту штуку и не отстать от конкурентов. И честно говоря, я думал, что все-таки, ну, какие-то сокращения у них будут, что как минимум, ну, типа, DS выкинут и как-то реформируют, Воксхол и Абарт. Вот мне кажется, вот эти бренды, ну, типа, можно было бы и выкинуть. И Альфа Ромео туда же, нахуй. Тебе клаксом придет и пизделей даст. Да мне половина сейчас автомобильных фанатов таких, в смысле, нахуй охуел. В данный момент, ну, Альфа Ромео это сугубо убыточная штуковина абсолютно и как и Мазератти в целом. Ну, как бы и ладушки. Пусть себе итальянцы развлекаются как хотят. Нам-то, по сути, какая разница. Короче, основная логика, ну, у меня в голове пока не бьется. То, что Stellantis может сохранить абсолютно все бренды и настроить работу таким образом, чтобы это все прям работало, приносило прибыль. И в итоге они, типа, составили серьезную конкуренцию. Вагу, Тойоте. Но будем посмотреть. Интересно наблюдать. Потому что, кроме как наблюдать за этим концерном, нас больше ничего и не остается. Потому что из их продукции хер, что в России купишь, кроме джипа. Peugeot Citroёn не считается. Ну, почему? Почему так долго? Неужели в этом мире не существует возможности модифицировать автомобили быстро и весело? Ну, а еще неплохо было бы вешать на них пулеметы с ракетами. И переделывать там по-всякому. Так, погодите. Я же сейчас описываю Crossout. Crossout — это онлайн-экшен, в котором вы можете собрать любой боевой спорткар из сотен деталей. И уже на нем разносить врагов в динамичных битвах. Недавно игру окутало настоящее киберпанк-будущее. Город захватил могущественный синдикат. И вам нужно будет уничтожать врагов среди небоскребов, деловых центров и монорельсовых дорог. Чтобы по итогу вернуть контроль над мегаполисом. В боях вы получите новые детали и оружие. А еще в Crossout теперь есть кайдзю. Это мощная, сверхсовременная пушка, с которой ломать машины врагов теперь еще веселее. В игре вместе с друзьями можно устраивать рейды на боссов, завоевывать репутацию у могущественных фракций, чтобы открывать доступ к новым передовым технологиям. При этом ненужные детали можно совершенно спокойно продать другим игрокам на черном рынке. И параллельно себе там еще прикупить новых модулей. Генераторы невидимости, ховеры, радары, ускорители и многое другое. А также вы можете принять участие в клановых войнах или соревноваться в гонках. Потому что в игре довольно много режимов, среди которых можно найти более подходящий для вас. Поэтому качайте Crossout бесплатно по ссылке в описании и получайте кибербонусы от меня. И увидимся в игре. Российский авторынок. Захватывающая статистика апреля. Куча новостных заголовков висит везде, что российский рынок в апреле показал динамику в 290%. Вырос почти в 4 раза. Или в 3 раза? В 4, в 4. Да, в 4 раза. Математика тут у нас у всех вот такая. Все инженеры сидят. Не забывайте, что новостные выпуски пишутся, вот это просто поток сознания. Поэтому, блядь, наслаждайтесь. Он вот такой. И тут ты потом смотришь еще разбивку по брендам. И тут уладаю. Плюс 304%. А у Kia плюс 341%. У Hyundai вообще 534% увеличения продаж. И как бы все бы ничего. Но понятно, почему так происходит. Потому что в предыдущем апреле у всех продажи были ноль. Уж то был че, локдаун. Вот. Самый кикос, конечно, Opel. Как и везде. У него плюс 4025%. В прошлом апреле они продали 4 автомобиля. А сейчас 160. Поэтому, блядь, сколько это? Плюс 4000% это в сколько раз? До 4000% это в 40 раз. А че они продают, блядь? Они вот этот Берлинг продают? Сейчас? Да. Хуй знает. А Берлинг и Opel Combo, да. Ну, вот он только появился. Ну, и вот эти были машины, которые мы обсуждали, что Zafira Life тоже минивэн и Гренланд. Грумланд, Гренланд. Ну, такой кроссовер. Короче, ничего, блядь, ну, 160 машин на страну за месяц. Отдел продаж вспотел прям очень сильно. Subaru в этом апреле продали 622 автомобиля. Плюс 548% относительно апреля 2020 года, когда никто ничего не продавал. Но, понимаешь, чтобы понимать, ну, объем величия Subaru, нужно просто назвать еще пару брендов, и все станет понятно. Вот Subaru продал 622 автомобиля, а Peugeot продал 843. Львы. Львы. А Porsche продал 729 автомобилей. Только что такое 729 Porsche и что такое 622 Subaru? Звучит как 729 великолепие и 622 говна лютовая. Субарист, привет. Даже, ну, типа, Ford, который не существует у нас в стране уже много лет, 1607 автомобилей, ну, типа, затолкал. Ну, коммерческие, да, это коммерческий сектор. Ну, и какие-то никому нафиг не нужные Skoda с Volkswagen продали каждый по 10 тысяч автомобилей. Но все, что нужно сказать по апрелю по текущему, так это только то, что, естественно, с предыдущим апреля мы его сравнивать абсолютно бесполезно. Нужно сравнивать с 2019 годом. А относительно 2019 года у нас рынок все-таки вырос, там, буквально на несколько процентов, на 2%. Да, 2,5%. И это в целом хорошо. В разрезе двух лет 2,5% это, ну, примерно ничего. Но на фоне того, что произошло в прошлом году и на фоне того, что сейчас в целом происходит с рынком, что нас уже касается. История с тем, что всем не хватает чипов, что какие-то заводы периодически прекращают производство и бла-бла-бла. В условиях продолжающегося кризиса все равно у нас рынок показывает положительную динамику. Просто Билл Гейтс всех чипировал. У кроссовера Порше Макан будет два наследника. Ты так хотел, чтобы я на каждой новости с Порше делал. Прикол в том, что Порше параллельно разрабатывает сразу два Макана. Один будет электрический, другой будет, ну, нормальный, мужской. Как и до этого, Порше говорили очень аккуратно такие, что да, конечно, электричество это, да, Тайкан, смотрите, какой замечательный, да, но 911 мы на электричество переводить не будем. Он будет с бензином до последнего вообще. Вот пока вот сама Меркель к нам не придет, не скажет, что вот этого больше не было, мы будем его производить. Понятное дело, так как Порше это, типа, одни из тех ребят на автомобильном рынке, кто реально делает деньги, много денег, всю дорогу этим занимаются последние лет 30. Они, конечно, могут рассказывать кучу историй, какие мы сейчас будем экологичные, как мы сколько платформ новых запустим и бла-бла-бла, и даже новый Макан будет электрический, все равно бензиновый, тот, который реально будут люди покупать и на котором Порше будет зарабатывать, они вот все равно мы вам предоставим. С одной стороны, это прикольно, с другой стороны, сразу же понятно, что это очень странное технологическое решение. Точнее, с точки зрения производителя там все будет нормально, а с точки зрения потребителя немного не очень. Вот что я имею в виду. Понятное дело, что все затраты пойдут на разработку новой электрической платформы, само собой. Так как одновременно две новые платформы выпускать слишком дорого, скорее всего, бензиновый Макан будет на все той же старой платформе, как и текущее поколение. Потому что фактически, ну вот, актуальный Макан стоит на древней тележке MLB от купятого первого поколения, вот оттуда. Да, агрегатка там вся совершенно другая, там уже внутри много чего нового проложено и так далее, но все равно платформа все еще та. А Тайкан на чем сделан? Он уже на новой электрической платформе. Уже новая все, вот прям новая, новая. Они пока еще точно не говорят, что это будет за платформа. Они будут говорить, что она, они говорят, что электрическая будет новая. Возможно, они имеют в виду как раз таки E-Tron, но E-Tron на самом деле, он в чем самая большая боль E-Tron? В том, что он стоит на MLB. Это просто бензиновый автомобиль, адаптированный под электричество. И у тебя там, это купированный со всех сторон бензиновый автомобиль. Буквально вчера, типа, мне вчера Илюха Казаков такой, типа, он же сдал E-Tron и сказал, что он думает по этому поводу. Не на камеру, а мне. И мы буквально вот вчера это обсуждали, и я говорил, что вот, ну типа, у тебя по идее, что такое электрокар? У тебя батарея снизу, электромоторы приверчены либо ко всем колесам, либо только сзади, либо только спереди. А все, все остальное место у тебя абсолютно свободное. У тебя есть спереди багажник, в отличие от традиционного автомобиля, где должен стоять мотор. У тебя сзади большой багажник, и в целом все по кайфу. Вот как в Тесле, например. А вот, как он, E-QC, Mercedes и E-Tron, они стоят на обычной бензиновой платформе. Ну, в смысле, для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, где все предусмотрено под то, чтобы у тебя тут стоял мотор, коробка, туда-сюда. Оно никуда не делось, и там просто они запихивают еще дополнительный панрамник, на него ставят моторы, а батарейки засовывают в жопу. И в итоге у тебя задний багажник маленький, потому что там батарея стоит. Спереди у тебя багажника нет, потому что там все-таки мотор. И очень высокий центр тяжести. И эта хуйня стоит дороже, чем тот же самый Q5, который стоит на этой платформе, как вот, ну, на которой предполагалось. Вот что такое современный электромобиль. И вот вроде бы как, чтобы такой херни не было с новым Macan, Porsche говорит, что у них будет своя какая-то новая отдельная платформа. Но что конкретное там будет, не говорят. Да, современные электрокары, это прям, ух, это прям. Есть одна единственная причина купить, допустим, тот же самый E-Tron или там E-QC или что-то подобное. Это если ты ебнутый. Все. Больше причин нет. То есть с точки зрения цены и с точки зрения удобства и с точки зрения конструктива самого автомобиля, я даже не говорю про инфраструктуру. Ты получаешь в случае с E-Tron продукт, который дороже и хуже. И кроме того, что ты вот весь такой экологичный, больше никакой причины купить его нет. И очень сильно надеюсь, что с новым Macan такой же фигни не будет. Что это будет уже, если уж и будет электрический Macan, то чтобы он был вот нормальный, электрический, какой он должен быть. Но все равно покупать будем бензиновый. Продажи Tesla туда же, в эту же тачанку, в Китае упали в полтора раза за месяц. Оказалось, что Tesla в своих отчетах по одному из своих самых главных рынков сбыта по Китаю предоставляет довольно странные цифры. Они в отчете по продажам в общую кучу сваливали автомобили, которые проданы в Китае и которые произведены в Китае и должны уехать на экспорт. Но они это все скидывали в отчетность, что вот наш объем продаж в Китае. Че видите? И оказалось, что если вычесть эти автомобили, то фактически объем Tesla упал в полтора раза за этот период. Хотя при этом у всех конкурентов Китая все нормально. Все остальные главные электрические бренды Китая, у них все в порядке с продажами, ничего никуда не падало и так далее. Tesla отмазывается тем, что там, ну, сезонный спрос, все дела и так далее. Но с чем конкретно связано падение объема продаж, не уточняется и непонятно. Понятное дело, что сейчас вот типа, ну, в Европе очень интересный рынок сбыта для электромобилей. И почему так, мы скоро расскажем. И в Китае тоже очень интересный рынок сбыта. То есть, по сути, две основные вещи, куда ты можешь сейчас отталкать электричку, это типа Европа и Китай. Все, вариантов других больше нет. В США этот, ну, там типа больше побаловаться. В Европе больше электромобилей продается, чем в США. Как бы довольно странно быть целевым рынком сбыта электрокаров, когда у тебя самая популярная автомобиля в 150. И в целом, мне кажется, что это просто какая-то типа сезонная история. Никакой трагедии с Tesla не происходит. Просто потому, что, ну, типа, понятное дело, что спрос на электромобили будет только увеличиваться со временем. С ростом инфраструктуры они будут становиться удобнее и так далее. А в Китае, там, они все очень тоже двигаются по электротеме. И все у Tesla там будет в порядке. Как бы мне от этого грустно ни было. Илон Маск заявил об отказе Tesla принимать биткоины. И они резко подешевели. Какое-то время назад Маск у себя твитнул или где-то на презентации сказал, я уже точно не помню, что Tesla теперь будет продавать автомобили за биткоины. При этом была, опять же, новость, что он недавно себе купил кучу биткоинов. И на вот этой новости курс довольно заметно подскочил, что теперь биткоины можно использовать в качестве покупок на Tesla. И сейчас с хрустом включается заднее под объяснение того, что оказывается, внезапно оказалось, что для того, чтобы майнить биткоины, нужно много электроэнергии. А для этой дополнительной электроэнергии используют уголь. А это не экологично. И Tesla не может принимать такую грязную монету. Не потому, что кто-то на этом проспекулировал и заработал. Нет. Вообще не поэтому. А потому, что биткоин грязный. Но как технологии и прочее, Маск сказал, что это очень перспективная вещь, очень радостная, замечательная. Но мы пока принимать не будем. И я удивляюсь до сих пор, почему фразы Маска какие-то по любому поводу очень сильно колышат общество. И очень сильно влияют на котировки. Потому что, ну, объективно, из того, что делает Маск последний год-полтора, именно с Теслой, он просто, ну, типа, говорит всякое. И оно как бы не сильно потом находит подтверждение в реальности. Ну, вот я удивляюсь до сих пор. Хотя я знаю, как это работает. Мы в документалке про Порше это объясняли, в том числе немножко, механику рынка. Но кикос, конечно. И за Маском очень забавно наблюдать, если составлять фактологию того, что он говорит и того, что он обещает, что будет сделано, выполнено и так далее. Ну, конкретно с Тесла, я не говорю все остальное. Очень забавно наблюдать на то, как оно систематически не происходит потом в реальности. Россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД. Не видите ли тут никаких противоречий, что россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД? И тут, типа, ну, вышел пресс-рэлиз, что ГИБДД такие, у-у-у, еще сильнее ебать вас будет. Грубо говоря. Но контекст такой, что, типа, в некоторых регионах решили ставить так называемые скрытые патрули. То есть, типа, когда сотрудники ГИБДД стоят на машине без опознавательных знаков, без спецсигналов, без всего, просто вот на чем-то и просто палят обстановочку. Особенно в каких-нибудь опасных местах или где-нибудь, где популярно люди любят нарушать правила, там, типа, там, через сплошную где-нибудь разворачиваться, где это супер-удобно, например, или так далее. Фоткать нарушение и передавать фотографию на ближайший пост ГИБДД, где уже человека будут принимать и, как бы, ебать по полной, по полной. Есть ощущение, что ГИБДД вдруг забыли, что такое камера наблюдения. Есть у меня такое ощущение, ну, потому что, типа, вы изобрели человеческую камеру наблюдения, которая, ну, тоже, так же, как и сотрудники без опознавательных знаков, не могут человека поймать сразу на месте и выебать. Потому что выебать человека можно только со спецзнаками, ну, нужно какое-то шоу, представление и спецодежда для того, чтобы совершать акт соития. И при этом штраф, ну, типа, ровно такой же, как и с камеры. И вот у меня вопросики об эффективном использовании ресурсов. Либо просто уже, ну, типа, может быть, ГИБДДшников девать некуда, что давайте вместо камер стойте. Или почему там не повесить камеру, я не понимаю. Люди всегда дороже техники. Даже если вдруг на моменте, вот, каких-то неких таких управленческих решений принимается история, что, ну, часто человека поставить, ну, типа, дешевле, потому что камера, бля, бюджет, все такое. Но она же отбивается много быстрее. Камере не нужно спать, ей не позвонят, ее не отвлекут, ей анекдот не рассказать. Точно все нарушения будут зафиксированы, она точно 24 на 7 будет работать, ее, типа, обслуживай и флешку забирай. Или если у нее есть Wi-Fi-модуль, может передавать. Все, типа, ну, в смысле, не Wi-Fi-модуль, а там, симка или что, через что они там передают информацию, непонятно. Ну и вот такие скрытые проверки ГИБДД. Скрытые, шо пиздец, просто Джеймс Бонд позавидует нашим ГИБДДшникам. А сейчас будет немножко больно для тех людей, кто знает, кто такой Ханс Циммерс. Оскароносный композитор сочинит звуки для электрических спорткаров BMW. Ханс Циммер. Ханс Циммер, да. Ну, это я, да. Мне всегда сложно его, типа, сказать. Но у меня какое-то время даже в плейлисте у себя, то, что я слушаю, были саундтреки из Интерстеллара, просто, ну, типа, альбомом. Он саундтрек для готики написал. Да он дофига для чего написал саундтреки. Да все, вообще, все великолепное по звуку, это Ханс Циммер. Но при этом теперь он вот для вот этого блядства будет делать звуки, которые будут, цитата. Как отметил Циммер, тишина работы электрических агрегатов предлагает высокий уровень комфорта, но в то же время сам процесс вождения может потерять эмоциональность. В связи с этим композитор создал особое акустическое сопровождение BMW, Iconic Sounds Electric, с прозрачным звуковым тембром. И при этом она, как бы, в спорт-режиме с набором скорости будет, как бы, вот, как нормальный православный двигатель. Звучать получше, побротеще, вот. Да не, понимаешь, ну, типа, Циммер точно, типа, точно сделает клево. Ну, просто, почему именно для BMW с этими ноздрями, Ханс, ну, зачем? Российские ученые создали дешевый катализатор для автомобилей. У нас, ребята, из химического факультета ТГУ сделали новый тип катализатора, который не подразумевает в себе использование дорогих материалов. Ну, в смысле, вот, драгоценных материалов, я имею в виду, металлов. И это очень клево, потому что, если вот это изобретение, ну, типа, пройдет проверки и потом может быть использовано на производствах и на автомобилях, оно может быть использовано на производствах и автомобилях, просто пока, ну, типа, вот, только изобрели. Если это потом пойдет уже именно в конечные продукты и так далее, само собой стоимость катализатора упадет. И, возможно, в теории это немножечко продлит жизнь двигателям внутреннего сгорания. Потому что одна из самых главных причин, почему все равно придется уходить двигателям внутреннего сгорания через, там, какое-то время, станет Евро-7 и удорожание в целом всех бензиновых автомобилей. Электроавтомобили будут только дешеветь, бензиновые дорожать за счет того, что они будут становиться сложнее из-за различных систем экологических внутри автомобилей. Катализатор одна из штук, которая очень дорога сама по себе. Не зря их постоянно воруют, распиливают на составляющие и прочее-прочее. И вот вроде как у нас, ребята, типа, сделали катализатор, который точно так же выполняет свои функции. Все то же самое, просто без драгметаллов внутри. Большой удачи им в продвижении. И надеюсь, что все полетит, получится. И ребята заработают много-много денег, а нам дадут очень клевый товар на рынок. Вольво и Даймлер сделают грузовики на водороде массовыми. Контекст такой, что Вольво и Даймлер заявили, а они как бы, если что, лидеры в производстве фур, которые вот таскают туда-сюда все. Они сразу такие, да, понятно, что для фуры электровариант не вариант. Ну, вообще никак. Илон Маск вон за два года по кругу там проехал на своем чем-то там испытательном. И ребята такие, ну, деваться-то все равно некуда, поэтому водород. Углерод, я долбоеб. Вот этот мем вы знаете. Аж водород. О, кислород. Цель углерод. Я ебал твой рот. Возвращаясь от... к Вольво, к Мерседесу, вот к этим всем никому не нужным вещам. Мы что-то за мемасами все, пацаны. Все же все понимают. Ребята что сделали? Они такие, электрокары мы понимаем, что вот, ну, типа с фурами не прокатит. Потому что, ну, как бы дальнобою стоять заряжаться три дня вообще, ну, не вариант. И только для каких-нибудь там маленьких локальных перемещений оно может подойти. Фура, да, для маленьких локальных перемещений. Где-нибудь за молоком съездить на фуре, блядь, с прицепом. Да, мгм, мгм, да-да. И они говорят, что ну, остается водород. Мы, честно говоря, хуево пойми, как оно будет работать. Где возьму... где взять инфраструктуру под водород. Как вообще это все сделать? Ну, мы точно сделаем. Не переживайте. Вот примерно с таким заявлением вышли Вольво и Даймлер, потому что, а хули им еще делать? Я знаю, я тоже, что это машина топливных ячейков, я понимаю. Но, типа, все равно и инфраструктуры вокруг нет, и сам водород будет производить очень дорого. Они будут стоить намного дороже. И потери очень... Ну, то есть, типа, оно не работает. И в ближайшей перспективе оно как бы... Да, клево, что концерны ударились в то, что они будут, типа, разрабатывать новые технологии. Что туда уже инвестируются деньги, бла-бла-бла и так далее. Но оно просто не успеет стать выгодным к тому моменту, когда планируют все все запретить. Правда, запреты сейчас только на легковой транспорт. Грузовой никто не запрещает. И всю коммерцию не запрещает. Потому что, понятное дело, что экономику-то шевелить надо. И как бы там с экологией нахуй пойдешь очень быстро. Прям бегом в припрыжку. Представляю, 2030 год, и Поршу такие... А 911 это всегда был грузовик вообще-то? Ну, это грузовик по доставке из владельцев. И завершая всю эту нашу историю, глава Минприроды рассказал, через сколько лет в России закончится нефть. При нынешних условиях добычи уже разведанных российских запасов нефти хватит на 59 лет, а природного газа на 103 года. Или добычи. Как там у них правильно, у этих вот, блядь, русских людей. Там же есть, типа, вот это вот, что добыча, блядь, как двигатель, блядь, как там, заводят хуй за щеку, а двигатель запускает вот это вот из тех штук. Мне вообще нравится, что, типа, ну, моряки не плавают, а ходят, а при этом есть суда дальнего плавания. Или капитан дальнего плавания. Кто там дальнего плавания? Напишите в комментарии. Почему он не дальнего хождения? И можно уже начать напрягаться, что, ой, 59 лет, это же 2000... 80. 80-е, да, спасибо. Ну да, это 2000 не скоро. Но тут нужно понимать, что все это имеется про уже разведанные российские запасы. И на самом деле с нефтью всегда вот происходит такой цикл, что, типа, все очень сильно напрягаются, что нефть скоро закончится. Потом инвестируют кучу денег в геологию, в поиск, разведывают, находят новое месторождение и снова лет 15-20 не парятся, потому что, о, у нас еще подвалило. Тут ровно такая же история, плюс нужно понимать, что все равно со временем технологии потребления становятся эффективнее, бла-бла-бла. И, типа, на одну, грубо говоря, удельную единицу транспорта, либо другой штуки, для которой используется нефть, она, ну, типа, снижается. Общее потребление растет, потому что всего становится больше. Ну, на одну конкретную вещь, на один конкретный автомобиль, на одно конкретное производство с дистанцией требуется меньше сырья, вот. И конкретно у меня никаких переживаний по этому поводу нет, потому что определенно точно, типа, если уж прям сильно понадобится, то нефть точно найдут где-нибудь еще, раскопают еще какую-нибудь здоровенную херовину, и там еще на 184 года вперед всем хватит. И на этом, в этом выпуске у меня все. Мы пойдем погибать в сценарии дальше, всего лишь 9 вечера. Я планировал сегодня закончить в 6 вечера. Из важного, что нам чуть-чуть облегчит жизнь, у нас еще и появился диван тут в офисе. Теперь можно официально, надо только где-нибудь душевую кабину организовать. Просто можно снять еще одно помещение отдельное, там просто сделать душевую. И в целом, как бы, нахуй съезжать с квартиры, вот, нет, всей толпой, при том, все, от всех квартир отказываемся, нахуй, просто живем тут на этаже. Поставить душевую и никогда больше не будем онлайн. Будем только работать, пока не сдохнем. Здорово, пожалуйста, Егор. Пока.